Об этой машине семья Гридиных мечтала давно. Ее искали по деревням, расклеивали там объявления. Героиню кинофильма «Берегись автомобиля» обнаружили за сотню километров от Барнаула. Хотя, если быть честными, это не та самая «Волга», но очень похожая на нее машина. Все у нее как было, родное получается, и сидушки все родные, такие вот широченные они, и переключение скоростей. Сейчас мы к рулю подойдем. Переключение скоростей у нее находится на руле. С «Волга» 58-го года выпуска бывшие хозяева расстались легко, она им досталась по наследству и стояла в гараже мертвым грузом. До Барнаула машина добралась своим ходом. За рулем был водитель со стажем Виктор Гридин. Говорит, эта «Волга» очень просторная, по кочкам идет плавно, только в городских пробках на такой передвигаться неудобно. А вот в обслуживании она очень проста. Пожалуйста, это не в иномарке, где там нигде не залезешь, не посмотришь и не сделаешь. Здесь достаточно, в принципе, отвертки, молотка, пассатижи, и можно что-то подделать, и дальше поехал. Это, ну, как на обычной советской машине, так же там, это в Жигулях. В музее автоугона имени Деточкина не очень много места для транспорта, однако новые экспонаты все же поступают. К примеру, вот этот горбатый запорожец. Его привезли из Новосибирска. Машина 15 лет простояла в огороде. Ну, здесь, извиняюсь, тут еще не совсем вычищено все. Тут бензобак и багажник. Семья Гридиных планирует экспозицию расширять. Правда, получается, это не быстро, все упирается в деньги. За умеренную стоимость готовы приобрести советские авто, желательно на ходу. Ну, а посидеть за рулем старенькой, но очень просторной «Волги» могут все желающие в музее автоугона имени Деточкина. Елена Кузовкина, Андрей Печоркин, информационный канал «Город».